Всем мира и добра! С вами Виноград Центр. Сегодня в обзоре технический сорт винограда, выведенный в Государственном институте виноградовства во Фрайбурге, Германии. Называется он Йоханитер. На немецком языке звучит как Йоханита. Название сорта было дано в честь Йоханнаса Циммермана, бывшего руководителя отделения виноградовства Фрайбургского института. У меня растут в рядах два куста, посаженные из пророчных ног черенков весной 2016 года. Йоханитер – технический сорт винограда раннего срока созревания. В условиях Липецкой области созревает обычно конец августа-начало сентября. Цветок обоеполый. Ягоды небольшие, обычно 1-2 грамма. Круглые, светло-зеленые. На солнце желтые. Вкус приятный, что-то тропическое, похож на солярис, но более нежный. На ягодах есть трубцовая точка. Гроздь среднего размера, при хорошем опылении довольно плотная, цилиндрической формы, набитная такая, как кукуруза. Весом в моих условиях не более 200 грамм. Рост кустов средний. В первые два года был довольно слабый. Почвенные виноградники – супесь. Поливы бывают только в крайнем случае при длительной засухе. Расстояние между кустами у меня полтора метра. Формировка – правосторонний веер. По моим записям, набор сахара за последние три года. 3 сентября 2019 года сахара было 20 брикс. 11 сентября 2020 года 19 брикс сахара было. И на 16 сентября 2021 года в ягодах 20-21 брикс. Вкус ближе всего к нежно-банановой, гребфруктовой. Висит пару контрольных гроздей. Весь урожай в настоящее время срезан вместе с солярисом еще 29 августа. Моновино пока не делал в связи с малым урожаем. Из наблюдений. Значительно медленнее и меньше набирает сахар, чем растущий рядом солярис. Значит, где-то 20-21 набирает. Какие плюсы у данного сорта с моей точки зрения? И согласно отзывов виноградарей и виноделов, выращивающих данный сорт. Хорошо ежегодно опыляется. Много сока в ягодах. Осами не повреждается. Отличная устойчивость к мильдью и аидиуму. Отличное вызревание лозы до морозов. Хорошая зимостойкость до минус 26 градусов Цельсия. Высокая урожайность. И, пожалуй, главное, из еханитера получают вино с очень высокими вкусовыми качествами. Но сухое вино обычно собирают с сахаром не более 20 градусов. Вино получается изысканное, гармоничное, с тонким букетом тропических фруктов. Иногда грейпфрутовой ноткой. В зависимости от терруара вино может напоминать вина из рислинга. Он, кстати, есть у него в родителях. Или пиноблан. По оценке некоторых виноделов, это на сегодня один из лучших белых гибридов для виноделия. Необходимо сказать и о минусах ее ханитера. Их тоже немало. Из-за более раннего появления бутонов весной этот сорт не следует сажать в местах, подверженных риску весенних заморозков. По отзывам некоторых виноделов, требует очень тщательного соблюдения технологий для исключения окисления вина. Слишком плотные грозди. Ягоды иногда давятся. В дождливые периоды и при плохом проветривании, и за плотные грозди, и давки ягод, возможно появление черной гнили. Согласно характеристике сорта, оригинатором, еханитер чувствительен к хлорозу. По моей оценке, сорт еханитер очень достойный и перспективный для производства белого вина. Всем мира и добра! С вами был Виноград Центр.